Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Бизнес-завтрак снова здесь с вами. Теперь мы называемся «Жизнь и бизнес, управляемые по ценностям». И вот уже целый год мы трансформируем нашу программу для того, чтобы приглашать таких интересных спикеров, которые сегодня у нас будут в гостях для того, чтобы посмотреть и почувствовать вообще, а что такое ценности в жизни человека, что такое ценности в бизнесе, почему вообще ценности – это важно. У меня есть ответ на эти вопросы, но я хочу, чтобы мне об этом рассказали мои замечательные спикеры-гости, которые не просто об этом говорят, а реально знают. Так вот сегодня у меня в гостях человек, который я давно знаю, с которым мне очень приятно всегда встречаться, с которым мы выступаем на одной сцене. Андрей пометун. Андрей, привет! Мы с тобой не успели исправить твое правильное название, вот оно сзади тебя написано. Скажи, как ты по твоей правильной должности? У нас просто не хватило времени. Я сейчас… Кстати, привет всем! Я сейчас специализируюсь на управлении проектами в области цифровой трансформации в части управления взаимоотношениями с клиентами. Ух ты! Плюс ко всему я продолжаю писать, дописываю очередную книгу. Прям молодец! Бизнес-спикер. И сейчас мы разрабатываем свой собственный продукт цифровой. Но, да, это все круто. Мне все это, что ты говоришь, прям все очень нравится. Но я не услышал главного, что ты, а, человек-охотник за закатами, за рассветами. И еще собиратель эмоций. Коллекционер эмоций. Коллекционер эмоций. Так вот, моя цель, почему я сегодня здесь с тобой общаюсь, не столько по бизнесу, отчасти мы затронем эту тему, потому что мы есть те люди, кем мы являемся. Но вот у меня сейчас идет такой, знаешь, в Фейсбуке есть проект, я сделаю. Я его иногда делаю, но очень редко. Раз в год я собираю людей для того, чтобы прокачаться вместе с ними и создать персональную стратегию. Персональную стратегию человека. И персональная стратегия человека, я давно к этому пришел, мы не можем рассматривать человека как там либо работника, либо как просто человека. Человек это био-психо-физиологическое, самодичное. Короче, огромное комплексное существо. И чтобы подойти вообще к понятию, там, что мне надо делать, какие планы мне строить, надо сначала просто приземлиться, разобраться с собой, там, настроить питание, сон, туалет, в конце концов. Потому что если ты, не заражив туалет, утром не сходил, у тебя мысли совсем в другом будут. А живут болит, там, если там мысли очистить. Ты вот, и, знаешь, мы комплексно подходим, там, мы рассматриваем свое прошлое, будущее и так далее. И в этом смысле я считаю фантастически важным вещью, это как раз наполнение смыслом своей жизнью. А смысл нам дают те события, которые с нами происходят, те люди, которые с нами встречаются, те эмоции, которые нам дарят. А эмоции, это, по большому счету, обратная сторона ценности где-то. Так вот, мне бы очень хотелось поговорить сегодня с тобой, как об очень интересном человеке, который, в отличие от большинства моих знакомых, не просто пролетает эту жизнь, а человек, который эту жизнь впитывает, как губка, коллекционирует ее. Скажи, с чего все началось? Мои основные изменения начались с того момента, когда я написал свою личную конституцию. Ух ты! Что это такое? И вообще зачем? Когда ты описывал понятие стратегии жизненной, в общем-то, большинство из понятий, которые ты перечислил, они в эту конституцию входят. Круто! Когда ты определяешь, зачем ты живешь, какими ценностями ты руководствуешься, по каким принципам ты решения принимаешь, какие роли в жизни ты играешь. Класс! У тебя это публичный документ или закрытый? Это у меня публичный документ, я его открыл, потому что один из... Пришли мне, пожалуйста. Я пришлю ссылку на Facebook, где она у меня опубликована, потому что один из принципов, который я прописал в конституции, это не делать то, чем ты не можешь поделиться с другими. Не делать то. Ты знаешь, вот у меня вопрос. Слушай, класс прям. Многие люди стесняются того, что они занимаются, вот, например, коучинги, или они пытаются развернуть. Как это я напишу в Инстаграме или в Фейсбуке, что я вообще с кем-то занимаюсь? Или что я прокачиваю себя, чтобы о мне люди подумают? И это очень классно, знаешь, входит с тем, что ты говоришь, я не занимаюсь ничем тем, что нельзя... Рассказать другим. Да, но с другой стороны. Я вчера вечером ехал с работы и послушал группу Чаев. Я иногда люблю послушать. У них есть новый концерт. И там есть письма, песня, бессмысленная или как-то там, я тебе даже скажу, как это называется, поделиться об очень важной ерунде. То есть мы превращаем свою жизнь в экран. Это две разные плоскости этого. Одно и то же действие, которое мы совершаем, оно может иметь совершенно разные причины, по которым мы их совершаем. Человек задержался на работе. Почему он может задержаться на работе? Потому что он пытается обойти своего конкурента, потому что он постарился дома, потому что он, наоборот, ждет... Или он неэффективен. Он может быть неэффективен. Он может быть ждет, когда придет 8 часов, чтобы пойти в театр с женой, чтобы не ехать куда-то, а поехать прямо с работы. То есть причин, по которым он задержался, масса. Но мы видим только проявление. То есть проявление того, что человек выгружает что-то в социальные сети, это картинка внешняя. Причина, по которой он это делает. Мы видим следствие, да? То есть оно может докопаться до причины. А причины могут быть совершенно разные. То есть есть человек, который хочет похвастаться, есть человек, который хочет поделиться. Зачем тебе обо всем рассказывать? Это часть моей жизненной концепции «Думай, действуй, делись». Когда ты... Не достаточно просто принять решение, подумать о чем-то, осмыслить и решить что-то делать. Не достаточно что-то сделать и получить какой-то результат на основании принятого решения. Важно еще этим результатом поделиться. Когда ты им делишься, ты его переосмысливаешь, и ты находишь новые вопросы к себе. И тогда ты снова запускаешь цикл «Думать» и принимать новые решения. Когда ты снова выходишь на сцену и рассказываешь людям о своей практике. Когда ты начинаешь писать статью. Когда ты начинаешь подводить свои собственные итоги, которые ты выгружаешь в сеть. Ты переосмысливаешь это все, и ты смотришь на себя со стороны. Посмотрев на себя со стороны, у тебя появляется новое видение, новая точка зрения. Слушай, очень круто. Но вот когда... Я сейчас просто пытался сразу закинуть нашу ссылку в соцсети в этот момент. Вот когда ты говоришь о том, что ты... Вот все-таки вернемся к самому началу. А какие причины тебя заставили или сподвигли написать лично? Давай вот прямо с фундамента пойдем. То есть я считаю, что вот конституция – это фундамент, на котором стоит твой дом. Поэтому, уважаемые слушатели, простите меня за мой голос. Я немного охрип, и у меня вот как только любая простуда сразу на голос влияет. Итак, почему? Самое интересное, что я к конституции пришел после того, когда написал несколько бизнес-стратегий для своих заказчиков. И когда мы обсуждали с одним из организаторов конференции тематику выступления, сказал, ну вот смотрите, можно очень здорово рассказать про стратегии. И одна из тем, которую мы закинули в тестирование – это стратегии. Я сказал, ты знаешь, на самом деле не так много людей интересуются стратегиями. И причем стратегиями больше интересуются компании или представители компании, которые прожили уже 5, 8, 10 лет. Компании, которые младше 5 лет, стратегиями не интересуются по-настоящему. Они до них еще просто не доросли. И тогда у меня появилась такая картинка, которую я сравнил развитие бизнеса и развитие человека. Прохождение разных степеней независимости человеком и разных степеней независимости бизнеса. То есть, жизненный цикл компании. Это не столько жизненный цикл компании, сколько именно уровни независимости. Уровни независимости. Тогда дай подавшись, что это такое? Да, у Стивена Кови есть 4 таких фундаментальных вещи, как здоровье, эмоции, интеллект и смысл. То есть, у тебя есть 4 опоры, в которые включаются все остальные жизненные достижения. Здоровье, интеллект, смысл? Здоровье, эмоции, интеллект и смысл. Так вот, сначала человек проходит уровень физической независимости, здоровье, физическое независимость, физическое состояние. То есть, человек сначала, младенец, зависим полностью от своих родителей. Он ничего не может делать, если ему физически не помочь, он умрет. Через какое-то время человек обретает, младенец обретает физическую независимость, он может передвигаться в пространстве, он может находить себе еду, он может более-менее себя как-то это, что-то решить, какие-то свои физические вопросы. Дальше у него начинается эмоциональная зависимость. Он зависит от того, что о нем думают, он зависит от того, что ему говорят, он зависит от того, как ему там накричат, не накричат. То есть он учится, следующий шаг, обретать эмоциональную независимость в социуме. Детский сад, школа, когда он понимает, какое место он занимает среди других людей и учится в это время быть эмоционально независимым. Следующий шаг, когда человек учится быть интеллектуально независимым, интеллектуальный шаг – интеллектуальная независимость. Он приобретает свою профессию, он может сам себе зарабатывать, он становится полезен обществу, он становится… А финансы тут не участвуют? Это и есть финансы, он становится полезен обществу, и его полезность, степень его полезности определяется тем, сколько денег ему платят. Чем более сложную проблему он может решить, тем больше денег он может получить. Так вот, и последнее, к чему приходит человек, это как раз смысловая независимость, независимость от идей, независимость своих собственных суждений, независимость своей точки зрения на жизнь. Потому что большинство людей, которые обрели интеллектуальную независимость, тем не менее, находятся в зависимости от чужих установок. И он живет по чужим установкам, он живет по чужим программам, он живет по чужим правилам. И далеко не все выходят на уровень того, чтобы обрести смысловую независимость, свою индивидуальную независимость, Независимость своей личности И вот стратегия Личная конституция Это и есть То самое проявление Смысловой Личной независимости Индивидуальной независимости К ней ты приходишь только после того, когда ты себя накормил Стал здоровым Набоил, заработал Научился жить в социуме, общаться с другими людьми Научился вместе с ними решать задачи Научился что-то делать Быть полезным обществу и только потом ты начинаешь задумываться А нахрена это все надо Смотри, мы с тобой когда Я ответил на твой вопрос К чему меня это все привело Тогда, когда у меня все остальные сферы жизни В определенный момент стали рассыпаться У меня вроде было все в порядке со здоровьем У меня было все в порядке с отношениями У меня было все в порядке с работой С результатами Но Внешне было все в порядке Внутренне почему-то начал перегорать во всех остальных Я начал терять постепенно здоровье Начал терять отношения Начал терять результаты рабочие И в этот момент стало понятно, что чего-то здесь не хватает И здесь не хватило того самого смысла Той самой фундаментальной вещи Когда ты ответил Зачем я это делаю? Зачем я занимаюсь здоровьем? Зачем я занимаюсь отношениями? Зачем я занимаюсь работой? Зачем я занимаюсь саморазвитием? Зачем? И как только появился ответ на вопрос Зачем ценности, принципы, роли Сразу же во всех остальных Во всех этих сферах началось развитие Слушай, скажи, пожалуйста Твой супругой же по-моему Да Это, вот ты говоришь, отношения стали рассыпаться Это предыдущие были отношения? Нет Это те же самые Это наши отношения Мы проходили определенные кризисы Я просто, уважаемые друзья Вот знаете, я много встречал разных пар Но так как вы относитесь друг к другу бережно Насколько ты галантен по отношению к своей жене Это для меня тоже есть, знаешь, зоны развития Как ты пришел к этому? Вот со стороны это кажется, знаешь, как-то перебор для нас, для русских мужчин Это американцы Honey, honey, I love you, baby Но у нас в России так не принято Да, так тоже, конечно же, не делаю Нет, ну подожди Я же видел То есть вы очень классно к другу относитесь Я очень вижу, как она на тебя смотрит Как ты Для нас, для всех отношения – это тоже фундамент Вот все, что ты говоришь Это вот прям, знаешь, отношения – это такой шланг к мужчине Зарядка подключена Если их нет, то как бы и ничего не работает Здесь есть несколько составляющих Во-первых, отношения с женщиной – это одна из составляющих всех отношений с миром То есть у меня могут быть отношения с дверью Неправильное отношение с дверью Я ударился об нее лбом, и мне плохо Неправильное отношение к окружающей среде Ты смотришь не так на мир, и ты видишь грязь вместо рассвета Извини, что я сегодня опоздал, а остановился сфотографировать рассвет Нормально Некрасиво И так Вот И когда ты не делишь отношения там Вот женщины какие-то особенные к отношениях женщин А весь мир – это что-то другое особенное И когда ты понимаешь, что красота в глазах смотрящего Когда ты понимаешь, что отношения – это действие Любовь – это действие Дружба – это действие Это не чувство, это не состояние отношения, дружба, любовь Это не состояние, которое вдруг свалилось на тебя откуда-то Это ощущения, которые рождаются от твоих действий Осознанных действий Осознанных действий Когда мы начинаем ухаживать за человеком Дарить ему цветы, готовиться к свиданию Когда мы начинаем смотреть на его достоинства Начинаем работать над своими недостатками Начинаем брать В нас рождается чувство, которое говорит Я хочу получать положительные эмоции От отношения с этим объектом, человеком, деревом, цветком Или дверью Одну секунду, прям не забудь ту мысль Я тебе приведу пример Что происходит в жизни Ты начинаешь встречаться с девушкой Ты такой, о, как классно, все супер Там, дорогой, вынеси ведро О, да, конечно Побежал Прошло 10 лет Вынеси ведро Я что тебе, мусорщик, что ли, вынеси Вот, понимаешь Мы, вот, скатываться Вот, я не скажу про всех Но, я знаю, что некоторые люди скатываются в своих отношениях Тебе удалось, наоборот, вот, как-то поднять их То есть, у тебя идет прогрессивный В чем секрет? Где вот это, где вот ты включил у себя в осознании Вот эти ценности, чтобы это получить И что ты конкретно делаешь И, вот, я правильно понял, что это ты не ждешь Ты реально работаешь над этим Я, с чего все началось? А с того, что, когда я прописывал Конституцию И думал о своих ценностях Одна из ценностей, которая у меня родилась Это была тогда семья Когда я начал мониторить свое состояние И начал мониторить события, которые доставляют мне радость События, от которых я испытываю удовлетворение по вечерам События, которых я жду с утра Очень часто я увидел, что очень мало там о работе И очень много о семье Действия, события, которые заставляют меня чувствовать хорошо И я понял, что это просто надо делать И тут включается фокус внимания Ты это делаешь Ты стараешься сделать то, что тебе нравится Стараешься сделать то, что вызывает у тебя положительные эмоции Когда ты начинаешь, сидя на диване, говоря Я что, тебе мусорщик, что ли? Ты вызываешь себе негативные эмоции Ты начинаешь конфронтацию отступать Ты начинаешь фрукаться И опять вопрос Ты выносишь мусор, это внешнее проявление Причина, по которой ты понес выносить мусор Забота о ближнем Ты понимаешь, что сейчас она сидит Не потому, что она говорит, вынеси мусор Потому, что там смотрит, не знаю, бездельничает Она просто ожидает от тебя поддержки Я знаю, что в это время она решает другой вопрос Она в это время думает о другом В это время она может готовить Ты становишься на место другого человека Ты понимаешь, что ты ему просто помогаешь Напомни детенышу вашу, он сколько лет? Уже 19. Вот Конституция родилась, когда ему сколько было? Я ее написал в 2013 году. А, ну, то есть 6 лет назад. В 2001 он родился, да, ему уже было 12 лет. 12 лет, мальчик же, да? Да. Вот у меня сыну 12 лет. Как твоя Конституция, во-первых, приняла ли ее жена сразу? Первый сейчас вопрос, про ребенка. А здесь нет вопроса принятия или не принятия другой стороной. А личная Конституция – это то, что находится внутри тебя. А вообще у нее есть своя Конституция? Не знаю, она мне пока не рассказывала. Она твою читала? Она у меня открыта. Она вообще читает все мои публикации, она читает все мои дневники. Я имею в виду то, что я там в социальных сетях. Иногда она мне спрашивает, она мне просит, ну, ты не мог вот об этом не писать. Например, мог бы не писать для тебя все что угодно. Окей, итак, 12 лет, сын, это уже момент, начиная таких, ну, там, своих собственных мыслей в голове. Ты даешь Конституцию. Понимал, поменялась ли твоя парадигма воспитания? Она у меня изменилась еще раньше, к счастью. Я рассказываю об этом, что когда-то я допустил ошибку, услышав и мысль, которая мне понравилась, но она оказалась для меня неправильной. О том, что материнская любовь безусловна, а отцовская любовь условная. Что значит условия? Ну, то есть, мать любит своего, тогда мне казалось, мать любит своего ребенка, априори, что бы он ни делал. Хоть он в тюрьме сидит, хоть он там неудачник полный, хоть он дома с ней. А папа любит за заслуги, да? А папа любит за заслуги. Для того, чтобы папа любил, нужно что-то сделать хорошее. Нужно чего-то достичь. Да, ошибочный тюрьм. Согласен. И я все время старался, чтобы в том дне были какие-то достижения. К счастью, наткнулся на фильм «Искусственный разум» Стивена Спилберга. Так. А мальчики-роботи, которые полностью являются двойником умершего ребенка у родителей, способны любить. Но в фильме говорят, если мы включаем кнопку «любить», выключить ее уже нельзя. Он будет любить всегда. Априори. Априори. Все равно. Все равно. Все свою жизнь он вас будет любить, что бы вы с ними делали. Он вас будет любить. И я просто вот увидел, что мой сын – это человек, который меня любит, независимо ни от чего. Почему я его должен любить? У тебя очень глубокая эмоция. У тебя даже, мне кажется, вот такие вот ты переживаешь. Глаза заблестели. Да, да, глаза заблестели. Это очень четко. Для меня это очень большой показатель твоей действительно любви, как отца. Это было очень сильное ощущение. И тогда я понял, что нет. Никаких условий, то есть я его люблю, какой он есть, что он делает, и я стараюсь ему помогать. Тогда у нас появилась практика ежевечернего чтения. Ух ты, круто. Мы вот с четырех лет или даже с трех лет, каждый вечер я, то есть независимо, если я был в городе, то я садился рядом с ним и читал ему какую-то сказку. Мы перечитали там всего «Волшебника изумрудного города», всего Алису, всего Жуля Верна, всего Крапивина. То есть все, что вот можно было из детской литературы перечитать, мы все перечитали. Закончили читать в 14 лет Стивеном Кингом. Как вы читали? То есть ты вслух читал? Я вслух читал. Ты ему читал? Перед сном, да. Приходил и читал перед сном, каждый день. Это было очень здорово, и я считаю, наверное, это одна из причин, по которой он у меня сейчас читает. В том числе. Какие еще, может, ты поделишься? Вот для нас, для отцов, вот у меня есть друг, у него есть Павел, и у него есть такой проект, он запускает его, «Суперпапа». Он, во-первых, давно в нем просто, и он говорит, мужская философия – это любовь. И ты знаешь, я сначала как-то так к этому, ну что такое, значит, мужская философия – любовь. А потом я понял, что действительно мужская философия по отношению к семье, к миру, к людям вообще – это любовь. То есть любить с сердцем. Не сексуальная любовь, а именно, знаешь, это большая любовь. И для него очень важно, знаешь, собирать разные практики. Мне бы очень хотелось показать этот наш эфир, может быть, он даже там как-то пригласит тебя, чтобы поговорить, какие еще, может быть, ты поделишься вот глубокие вещи в отношении детей. Вот сразу так в голову не приходит. Вот для меня один из правил, которые я прописал себе – это быть другом своему сыну. А другом это обозначает участвовать в его дежухе, дружить с его друзьями, то есть быть внутри компании. И одно из проявлений, я помню, на выпускном из девятого класса, они там что-то обсуждают уже, что, куда мы там пойдем, я как-то рядом оказался. И там кто-то раз там, я говорю, я точно правильно услышал, что вы сказали? Мне точно нужно слышать, что вы сказали? Ну ты поворачиваешься, ты свой, тебе можно. Это классно, это уровень доверия. Вот. И я знаю, что там его друзья школьные, если там по улице со мной встретятся, они со мной обязательно поздороваются. Спасибо тебе большое, вот супер. А вот теперь вернусь обратно, потому что ты начал сказать про отношения, что отношения к женщине – это то же самое, что отношения ко всему миру. И вот все-таки это не ощущение, это действие. Как ты для себя понял, что все отношения зависят от тебя, а не ты ждешь, что про отношения к тебе будут кто-то что-то проявлять? Ну тоже такая ошибка у меня была в свое время, что моя любовь, это является отражением того, меня любят, я тоже люблю. А если меня не любят, я буду отражением? Ну если там человек меня любит, я тоже его игнорирую. То есть почувствовал, когда я начал фиксировать вот эти свои состояния, я понял, что на самом деле мое состояние зависит не от того, что делает другой человек, не от того, какая погода на улице, не от того, какие новости сейчас там по телевизору. Мое состояние зависит от того, что делаю я. И очень здорово, когда ты начинаешь управлять своим вниманием, и ты видишь и чувствуешь, что происходит внутри тебя в определенный момент времени, и ты себя спрашиваешь, нравится мне это или нет вообще, что сейчас происходит. Если мне это не нравится, то, наверное, мне нужно делать то, что мне нравится. Что мне нравится? Мне нравится делать вот это вот. Я начинаю это делать. А это как? Просто переключение с одного действия на другое или разворот? То есть может… Ну, например, я там, переводим в отношения. Ну кто-то, у нас, конечно, в семье есть договоренность, что никто специально не пытается друг друга обидеть. То есть мы можем случайно друг друга обидеть, сказать что-то, поступить как-то не так, но мы договорились, что если кто-то обиделся, он знает, что это сделано не специально. Никто не сидит из нас и не думает, как бы, блин, побольнее уколоть другого человека, чтобы что-то такое сделать. Все, это установка наша внутренняя. Если кто-то в расстройстве, в усталости или еще в каком-то состоянии сделал что-то для другого неприятное, то есть я чувствую, ага, мне неприятно сейчас. Я начинаю обижаться. Я себя спрашиваю, нравится ли мне обижаться? Мне не нравится обижаться. Я знаю, что то, что дальше будет происходить, будет только ухудшать. Понятно, да. Что мне нравится делать? Мне нравится обниматься. Окей, я могу сейчас встать, подойти и обнять этого человека. Прекрасно. Я подхожу, обнимаю, прижимаю его к себе, и я чувствую, что мне становится хорошо, и другому человеку становится хорошо. И моментально конфликт сходит на нет, и отрицательные эмоции уходят. Действие. Я бы мог сейчас выбрать действие, съязвить каким-то образом. Я знаю, к чему привести это действие. Я бы мог выбрать действие, обидеться и замолчать. Это тоже мое действие. Но я выбираю другое. Я понимаю, к чему, к какой эмоции приведет, какое мое действие. Это и есть отношение. Я могу обидеться на дверь, на то, что я на нее в тайминоте стукнулся. Но я лучше ее открою и скажу так. Вот мое действие, теперь я ее открою. Я на нее не налечу. В открытую дверь. Слушай, ты уже упомянул Стивена Кови. Ты знаешь, я как-то несколько лет назад помню, что Стивен Кови, есть у него книжка, называется «Третья альтернатива». Я ее прочитал так поверхностно, но я помню основную идею. Он говорит о том, что есть уникальный способ решения любой сложнейшей ситуации. И способ этот заключается в осознанном выборе между раздражителем и реакцией. И на это у человека есть максимум, может быть, одна, может быть, полсекунды. В семье навыков эффективных людей Стивен Кови рассказывает о том, что чем более осознанный человек, тем больше у него зазор между раздражителями и реакцией. Судя по всему, твой зазор серьезный. Как научиться быть вот в этот момент, не быть устрицей и захлопнуть створки. Вот дай нам хотя бы два-три практических инструмента. Ведь хочется так, чтобы люди не только посмотрят, скажут, о, какой Андрюша классный, какие Рома вопросы интересные задавал. А вот что я могу взять из этой программы для себя? Итак, как научиться между раздражителем и реакцией вот в эту секунду включать понимание, что я должен сделать? Здесь вопрос больше стоит не в том, что именно делать, а вопрос, почему мы этого не делаем. Мы этого не делаем, потому что у нас нет физической способности управлять своим вниманием. Мы можем управлять своей рукой взять что-то, мы можем управлять своим голосом, произнести тот или иной звук, но мы очень слабо умеем управлять своим вниманием. Нас очень легко отвлечь внимание, мы очень легко переключаемся. Ты там, где внимание, как говорят, да? Ты там, где внимание, твои результаты там, где внимание. Так вот, вопрос зазора – это вопрос внимания к тому, что во мне сейчас происходит. И вопрос не в тренировке того, как не сделать что-то плохое. Вопрос в том, как развить свою внимательность. А это практики, которые лежат за пределами конкретного события. Это твои ежедневные действия, которые ты постоянно совершаешь. Например, медитация. Когда ты сядешь утром и наблюдаешь за собой, наблюдаешь за тем, какие мысли к тебе в голове возникают, наблюдаешь о том, как ты возвращаешься обратно к своему дыханию. Чувствуешь, что тебя отвлекло и чувствуешь, как долго ты с этим пробыл, с этой мыслью, и как быстро ты вернулся обратно. Задача не в том, чтобы постоянно сидеть и слушать свое дыхание. Задача в том, чтобы во время медитации возвращаться к состоянию здесь и сейчас. И вот эта тренировка того, что ты следишь за своими мыслями ежедневно, она прокачивает твою способность и помогает тебе потом в жизни в другой ситуации. Мы выходим в спортзал, таскаем гантелью или таскаем штангу. Но мы таскаем штангу не для того, чтобы в жизни штанги поднимать, а для того, чтобы женщину на руки подхватить и через лужу перенести легко. Или своего ребенка вверх подбросить. Или, грубо говоря, на концерте скакать без перерыва, когда уже все остальные сдохли и стоят на месте. Какие еще могут быть практики? Практики фрирайтинга. Когда ты начинаешь утром сидеть и записывать свое видение, вспоминать свои цели, вспоминать свои принципы, спрашивать, а что я сегодня хочу сделать, а чего я сегодня хочу достичь. То есть, когда ты осознанно начинаешь фокусироваться на моменте здесь и сейчас. Практика созерцания чего-либо. Практика регулярных ответов на вопросы. Практика выполнения регулярных упражнений или разминок в течение дня. Любые напоминалки, когда ты возвращаешься в состояние здесь и сейчас, а что происходит сейчас, когда ты отвечаешь на вопрос, а что сейчас во мне происходит, а к чему я сейчас еду. А что я сейчас делаю. Практика перерывов между действиями. Когда ты не бросаешься из одного дела в следующее, а ты всегда делаешь какую-то паузу между делами, подводишь какой-то итог и говоришь, что сейчас произошло. Какой результат я получил. Удовлетворяет он мне или нет. Что нужно сделать по-другому. Что нужно повторить. И только потом ты переходишь к следующему делу. Способность останавливаться. Способность медленно есть. Когда ты не проглатываешь еду, а когда ты ее прожевываешь и чувствуешь вкус. Когда мне понравилась фраза «еду надо пить». Я почувствовал, насколько меняется вкус черного хлеба, когда ты его прожевываешь медленно. Когда ты не смешиваешь бутерброды, еду и тут же запиваешь его чем-то. И еще телевизор смачивает. А ты каждый продукт ешь отдельно. В каждом салате ты чувствуешь разную фактуру, разный вкус. И вот это состояние здесь и сейчас, оно помогает потом находиться и в состоянии конфликтных. То есть, ты же в конфликтной ситуации. Или есть фраза интересная у спецназовцев. В экстренной ситуации твои действия опускаются до уровня твоих возможностей, но не поднимаются до уровня твоих ожиданий. До твоих навыков. То есть, все твои способности падают моментально до уровня твоих навыков. А навыки – это то, что ты регулярно практикуешь. То, что ты регулярно делаешь. Если ты регулярно занимаешься тем, чтобы быть в жизни осознанным, то в ситуации конфликта, в экстренной ситуации, твои способности падают до уровня твоих навыков. И здесь как раз вот этот момент – ты либо реагируешь, либо нет. То есть, навыки, они формируются до. Навыки, они формируются до. Чувство самого себя. Вот я сейчас сижу, физически чувствую, как я касаюсь стулок, чувствую, как стоят мои ноги. Но это физические ощущения. Одновременное ощущение, что сейчас во мне происходит. А как сейчас бежит время. А как звучит мой голос. А где находятся мои руки. А какая мимика на моем лице находится. То есть, вот эти все ощущения, это как то же самое, что я чувствую стол. И вот эта практика позволяет тебе в конфликтной ситуации сказать, что я чувствую сейчас. Конечно же, я не идеален. У меня, скажем, за прошлый год я зафиксировал 3 раза, когда я вышел из себя. Когда я потерял контроль над собой. 365 к 3. Вот, да. У меня есть таблица, в которой я фиксирую ежедневно свои эмоции. Состояние эмоциональное от минус 3 до плюс 3. То есть, если 0, это равновесное, спокойное состояние в течение дня. То есть, ничего такого не... Таблица тоже публичная. Да. Ничего и до кого не происходило. Плюс 1, это когда ты испытываешь легкое воодушевление, тебе там приятно, у тебя хорошее настроение. И где-то вот ты там пошутил, еще что-то сделал. Там, двойка, это радость, если в течение дня там были события, когда я там смеялся в голос, когда я там куда-то радостно бежал. Ну, в общем, какие-то радостные события, которые заставляли меня посмеяться или вот там обниматься с другими людьми. Тройка, это там состояние счастья и эйфории. Ну, понятно, что все, ты в полной нирване находишься. Оно тоже бывало нечасто. До тройки у меня там доходило все там тоже раза 3-4. Минус 1, это ты испытываешь состояние беспокойства, грусти. Минус 2, это ты поругался, ты потерял контроль, ты, может быть, повысил голос. Минус 3, это если ты испытываешь ярость, там прямо гнев, там порвать человека хочешь, то есть, ну, там уже практически бросаешься на человека. То есть, настолько перестал себя контролировать. Так вот, до минус 3 не доходило 2 раза, несколько раз дошло до минус 2. Не считается ли твоя жизнь пресной? Какая же она пресная-то? Наоборот, когда ты большую часть вещей сделал для себя алгоритмичными, вот точно так же, как я иду по улице, я не задумываюсь, как мне перенести вес ноги с одной, вес с одной ноги на другую. Так, я ем, я не думаю, как мне попасть ложкой в рот. То есть, я легко это делаю неосознанно, потому что я довел это до состояния алгоритмов. И у меня в этот момент освобождается что? У меня освобождаются ресурсы внимания. Я в это время, я когда ем, люди уже могут смотреть телевизор. Они, когда идут, могут говорить по телефону. То есть, появляется возможность, когда ты что-то делаешь на автомате, делаешь что-то другое. Так вот, когда я многие вещи довожу до состояния алгоритмов, у меня высвобождается ресурс для внимания. Наблюдение за собой, наблюдение за окружающим, планирование какого-то времени, подведение итогов, фиксация действий, моментальная рефлексия. То есть, когда ты не только смотришь, что сейчас в этот момент происходит, ты тут же в этот момент подвоешь итоги, в этот же момент думаешь, каким образом ты корректируешь свои планы. У тебя прошлое, настоящее и будущее вообще склапываются в одну точку. Круто. Что дальше? Куда ты идешь с точки зрения вот этого своего движения? Есть у тебя какая-то цель? Если у тебя есть конституция, значит, должна быть какая-то цель в этой своей путешествии к своей осознанности? Мне у Михаэа Чексант Михайя... Нирвана? Все, что ты не можешь воспроизвести в памяти, все, что ты не можешь продемонстрировать в виде артефактов или результатов, это обозначает, этого времени не было. Доказательств нет. Нет ничего, ничего не осталось. И одной из своих целей я поставил это проживать каждую неделю так, чтобы в ней было событие, которое я хочу запомнить на всю жизнь. Это раз. Есть подход к целям, которые мне нравятся у Тарасова, о том, что правильная цель не может быть реализована в пределах твоей жизни. Ого. Твоя настоящая цель, настоящая большая цель, может быть реализована только после твоей смерти. Как это? То есть ты делаешь что-то настолько значительное, что твоей жизни на это не хватит. Ты можешь создать какое-то движение, ты можешь создать какой-то подход. У меня сейчас тоже есть такая идея о том, что я хочу, чтобы в мире появилась общепринятая дисциплина, школьная и вузовская, которая точно так же, как преподается, как философия, или точно так же, как история преподается. Это управление вниманием. Чтобы людей учили управлять вниманием. Потому что способность управлять вниманием – это твои отношения, это твоя карьера, это твой интеллектуальный уровень, это твое эмоциональное состояние, это твоя удовлетворенность. Это вообще все. Где твое внимание, там ты, там твои результаты. Тебя, ты сможешь дольше держать внимание на определенном вопросе, и ты быстрее достигнешь результатов. Если ты хочешь не результатов достигать, если ты хочешь нирваны, то опять же, внимание поможет тебе остаться в этой нирване, и быть счастливым, потому что ты сейчас есть, ты сейчас живешь, ты сейчас дышишь, что тебе еще надо. Да, очень классно. Итак, все началось с конституции. Дальше ты движешься, и эта конституция помогает находить… То есть, по сути, тебе не надо думать о том, какое решение принять. Они у тебя сформированы уже. Из принципов. Да, из принципов. Здесь у меня очень важен такой момент. Опять же, хотел сказать, что мы как консультанты с тобой иногда заходим в компанию, где тоже много чего написано, но в большинстве случаев ничего не делается. Или написано одно, а по факту делается другое. Были ли у тебя конфликты с твоей конституцией? И когда ты чувствуешь, что ты заходишь, и тебе хочется делать по другому или в начальном этапе хотелось, как ты себя останавливал? Или что ты… Где вот этот момент, что ты действительно по-настоящему начинаешь жить по конституции? В моей личной жизни или в жизни компании, когда я захожу в консультанты? Нет, нет, нет. В твоей личной жизни. Я хорошо чувствую, какие действия тратят мою энергию, а какие действия заряжают меня. И это тоже благодаря рефлексии стало понятно, что когда действия соответствуют твоим ценностям, когда ты делаешь что-то, соответствующее твоим ценностям, то ты всегда эмоционально заряжаешься. Не важно, тратит это твою физическую энергию или нет. Ты всегда себя подпитываешь. Как только ты начинаешь делать что-то по воле посторонних, других людей, обстоятельств, политических решений, погоды или еще чего-то, ты начинаешь тратить свою энергию. Ты выиграешь. И жизнь без своих собственных целей, без своих собственных задач, без своих собственных целей приводит к тому, что люди очень быстро выиграют, они начинают уставать. Вот эта вот усталость ежедневная. Вроде ходил на работу, лопатой не махал, просидел целый день за компьютером, но чувствуешь себя в вымотанном к концу дня. Почему такое происходит? Потому что ты делал то, что не нужно тебе, то, в чем ты не видишь смысла. Ты не понял, на что ты потратил свою жизнь. Ты жил против своего предназначения. Поэтому ты сейчас гробил свою энергию, но ничего не сделал для того, чтобы ее подзарядить. Часто мы не делаем то, что подзарядить, потому что мы не знаем, где наши ценности. Мы не понимаем, что мы сделали. Мы иногда чувствуем какую-то радость. Наверное, люди чувствуют какую-то радость, потому что случайно они попали что-то, соответствующее своему предназначению лицу, тому, что они подсознательно считают ценным. Но они не могут это повторить, потому что не понимают, они не проводят причинно-следственную связь между этим. Когда ты прописываешь свои ценности, ты понимаешь, что сейчас я по лестнице поднимусь не потому, что, блин, мне надо подняться по лестнице, не потому, что мне нужно там кружочек закрыть, а потому, что мне нравится двигаться, потому что мне нравится, когда мое тело не мешает мне жить, потому что мне нравится чувствовать, как работают мои мышцы. Это здорово. И я это делаю, и мне от этого хорошо, и я не устаю, я наоборот только подзаряжаюсь. Когда я пишу смс-ку, я любимому человеку, я ведь ее и пишу, потому что мне приятно что-то отдавать от себя. Потому что, когда ты отдаешь что-то от себя, ты занимаешь позицию избыточности, ты начинаешь жить в концепции избыточности. У тебя настолько до хрена всего, что тебе не жалко этим поделиться, что тебе не жалко это отдать. Как только ты начинаешь говорить, сделайте меня счастливым, ты занимаешь позицию дефицита. Ты сам себе заявляешь, блин, у меня пустота, у меня дыра, мне эту дыру надо чем-то закрыть, дайте мне ее, помогите мне, и у тебя вот этот ищущий взгляд, от которого все отворачиваются, потому что никто не хочет закрывать чужую дыру, у него своя дыра нормальная. Действия, которые вот это вот любовь к себе, любовь к жизни, любовь к окружающим, вот эта вот позиция любви, про которую мы недавно, про которую недавно сказал, она и закрывает вот эту вот твою дыру, делает тебя цельным, и помогает тебе начинать излучать это все вокруг себя, и сразу же к тебе начинают поворачиваться другие люди. Потому что всем нравится, когда рядом с тобой человек, который делится, у которого всего много, не обязательно делиться большим количеством денег, можно делиться хорошими эмоциями, можно делиться взглядом на жизнь, можно делиться своей уверенностью, можно делиться оптимизмом, можно делиться шутками, все это здорово, когда тебе есть чем-то поделиться. Ты знаешь, есть одна особенность моей программы, для меня, она пролетает настолько незаметно, что нам осталось уже 3 минуты всего. Обалдеть. И ты сказал, что ты шел по дороге и сфотографировал восход, рассвет. Откуда взялась практика коллекционирования рассветов, и сколько их у тебя уже? Это было совершенно случайно. Один раз я почему-то подумал, где-то я услышал, что рассвет – это красиво. Была весна, у меня окна в доме выходят на 17 этаже, как раз на восток. Я подумал, дай-ка выйду, посмотрю. Тогда было рано утром, что-то где-то около половины шестого. Это было в мае. Вышел, и так на удачу получилось, что действительно был очень красивый рассвет. Это были красивые облака, была красивая вот эта вот подсветка, получилась красивая фотография. И я почувствовал на то, как солнце у тебя будет. Когда ты вроде бы поднимался на 17, я живу на 13 этаже, поднимался на 17 этаж, вроде бы как-то это. Ты еще сонный. Когда я спускался, я был не то, что абсолютно проснувшимся, я был каким-то там перезаряженным на 110%. Кто-то меня в фейсбуке спросил, ну что там. Я выгрузил фотографии, кто-то меня спросил, может быть еще? Сколько у тебя там нет? А, соседка у меня там присоединилась. Мы вместе с ней поднялись, тоже было красиво, все здорово. Я второй выгрузил, кто спросил, ну сколько у тебя их будет? 10, а может быть 100? Так он, почему бы и не 100? Решил сфотографировать 100 рассветов. И я понял, что когда ты встаешь каждое утро не для того, чтобы пойти на работу, не для того, чтобы выгулить собаку, не для того, чтобы накормить ребенка, не для того, чтобы что-то кому-то, а для того, чтобы что-то сделать для себя, для того, чтобы что-то увидеть интересное. Я понял, что меня просто выстреливает из постели. Каждое утро я стал вставать на 2 минуты раньше. Рассвет на 2 минуты раньше каждый день. Я таким образом стал из совы жаворонком. Мне это настолько понравилось, что практика ранних подъемов осталась в моей жизни. Практика фотографирования осталась. У меня там набралось уже около 400 рассветов самых разных, пока я жил в Перми. Когда я уже переехал в Москву, пока я еще не попадаю. Но когда я искал себе новую квартиру... Ты искал на восток. Когда у меня одно из требований было, окна, выходящие на восток. И чтобы уже видеть была восток. Когда я пришел к детям, он сказал, это что-то по фэн-шую, да? Это не по фэн-шую, мне просто нравятся рассветы. Андрей, ты знаешь, я еще раз хочу тебе сказать, что то утро, которое я сегодня провел с тобой, оно для меня настолько интересно, глубокое и эмоционально. И для меня, вот как тебе сказать, настолько я, как это сказать, в камертоне, в гармонии со всем тем, что ты говоришь. Я хочу тебе сказать огромное спасибо. Это было очень круто. И то, что мы сегодня с тобой подняли такие, казалось бы, темы не... Бизнесовые. Не бизнесовые. Но они настолько глубокие, потому что все строится оттуда. Мне понравилось... Совсем недавно я услышал фразу. Уровень твоего бизнеса падает до уровня твоего личного состояния. Круто. До твоих отношений. Никогда личные отношения не подтянутся до уровня бизнеса. Вот если ты успешен в бизнесе, но у тебя полный швах в отношениях и в тылу у тебя бардак, у тебя в конце концов бизнес рухнет, или твои бизнес-достижения рухнут до уровня твоего... твоей семьи, скажем так, или твоего личного пространства. Поэтому личное пространство все время нужно развивать, подтягивать, личные способности нужно постоянно развивать. И только тогда у тебя, когда они уйдут опережающими темпами вперед, у тебя и бизнес начнет тянуться за ними. Спасибо. Это был Андрей Помитун. Человек, который наполняет жизнь смыслом, коллекционирует эмоции и встречает рассвет. Друзья, живите здесь и сейчас. Это простая такая фраза, но за ней столько глубокая. И для того, чтобы быть не устрицей в момент реакции и раздражительным, нужно реально долго-долго работать. И главное, захотеть что-то делать для себя. Ведь мы здесь живем, в этой жизни, чтобы быть счастливыми, в конце концов. У вас все обязательно получится. Да, пока. Пока, ребят.